Давненько хотела вам снять обзор на свою уходовую косметику. И вот как раз представился случай. Сегодня наводила ревизию ванной, что-то планировала выбросить, что-то планировала оставить. Начнем мы с уходовой косметики. Вот то, что я использую по уходу за волосами. На данный момент у меня 4 шампуни. Начну, наверное, знаете, со Сьоза. Очень много рекламы. Не первый раз я пробую эту линейку, потому что как-то мне хочется верить, что она хорошая. Но у меня, девочки, от нее зуд головы появляется. Буквально через несколько часов начинает зудить голова. Я думала, совпадение. То есть попользовалась, отставила, купила другую. Попользовалась, отставила. То есть мне не подходит он категорически. И пользовалась не одной линейкой. Их там 3-4. Не первый раз беру. Не знаю, зачем беру. Больше брать не буду. Вот теперь, честно говоря, этой шампунью я стираю с витера. То есть Сьоз не беру. Ну и никому, честно говоря, не рекомендую. Реклама за границей, но я рада, что им уже не пользуются. Следующий шампунь брала вот такой турецкий. Для ребенка взяла. Очень хорошо пенится. И он очень густой. Если кто-то вот увидит, берите, не задумываясь. Сама им не пользуюсь, потому что все-таки он дает какую-то желтизну волосам. А я блондинка, как бы милированная. Мне он не подходит. Ну, по качеству шампунь очень хороший. Сейчас вам его разверну. Покажу вот ближе. Наведем резкость. Продолжение следует. Следующая шампунь вот такая детская. Сразу скажу, что рекомендую абсолютно всем. Шампунь очень хорошая. Она очень густая. Вот такая желеобразная. Хватает надолго. Хорошо очень пенится. Производство Испании. Ну, с переводом она. По цене была, кстати, очень недорогая. Взяла как альтернативу. И вот половину использую. То есть я очень ей довольна. Следующий шампунь. Вот это шампунь, который подходит мне. Гарнир Фруктис. То есть вся их линейка мне подходит идеально. Тоже чуть-чуть, надо совсем маленькую капельку. Учитывая, что у нас жесткая вода. Шампунь хороший. Всем рекомендую. Вот ощущение на самом деле свежести. На самом деле потом ощущение свежести, легкости. То есть тот шампунь, который я рекомендую. И вот шампунь Ивраше. Которым пользуется моя доченька. Ей подходит вот только он. Потому что у нее волосы вообще длинные. Очень часто бывает, что концы сухие, корни жирные. Этот шампунь ей прям вот подошел, подошел. Это ее линейка. Она ей пользуется. Так, ну шампунь отставляю в сторону. Следующее. Перехожу, девочки, мальчики, к бальзамам. Бальзамом я не пользуюсь. Пользуюсь, но стал он сильно утяжелять мои волосы. Бальзамом я не пользуюсь. Пользовалась раньше. Это бальзам, который я использую для своей доченьки. У нее длинные волосы. Младший. Пользуемся вот таким. Он продается в торговой сети Ватсон. Ватсонс. Очень неплохой и по цене недорогой. Кондиционер. То есть он идет. Покажу вам ближе его. И тот, чем пользуется моя дочка. Вот кондиционер. Опять же Евроше. Это вот одна линейка. Поставлю их рядышком, чтобы вы видели. И вот он подходит. И тот, чем пользуюсь я в случае необходимости, если мне очень надо, это дочка покупала дорогая, профессиональная косметика. Матрик компания. То есть в интернете можно загуглить. Он делает волосы очень быстро, мягкими, пушистыми. Но и не женит их. Но его тоже надо девочке, мальчике, чуть-чуть совсем на волосы. Это как крем-маска. Сейчас открою, покажу. Вот его у нас осталось совсем немного. Приятный аромат, такой ненавязчивый. То есть дорогой, но своих денег он стоит. Следом идут оттеночные бальзамы. Вот этот вот, скажем так, недорогой, бюджетный вариант. Он такой темно-сиреневый. И вот волосам придают хороший оттенок. Но немножко волос он подсушивает. Поэтому я иногда его смешиваю с кондиционером и использую. И вот девочки, мальчики, решила взять сьез. Платинум, оттеночный бальзам. Как бы да. Но у него запах, знаете, вот такой химический, как будто это идет окрашивание, а не просто оттеночный бальзам. Но обязательно, что видите, временное окрашивание. До восьми использования шампуня. Эффект против желтизны. Но он очень сильно перепаливает волосы. То есть пользовалась им, перестала пользоваться. Просто стоит. Вот и брать больше не буду. Потому что лучше вот этот вот взять. Он дает он дает синеву, разбавляясь бальзамом. И эффект неплохой. Чем взять этот, который просто такое чувство, что красит ваши волосы. То есть разочаровал меня. Видите, вот шампунь меня разочаровал, съез. И также бальзам. Следующее средство идет тоже от Матрикс. Как-то называется он Вильвитайзер. Но для меня это просто средство. Когда вы часто красите волосы, делаете термоукладку, это защита. Видите, застепь для надоняк глянцевого блыску фарбованному волосю. Но, к сожалению, у него срок годности уже закончился. Где-то я и видела это. Вот. Использовать до 11-го, 2021-го. Поэтому он у нас уже пойдет в утиль. Хотя средство очень хорошее. Хотя средство очень хорошее. Он, знаете, такой эффект ламинирования, когда помыл голову, им намазал, утяжком выпрямляешь, он предохраняет волосы. Не палятся. Но как бы хорошее средство. Следующие 5 баночек это кондиционеры. Экспресс-кондиционеры не смываемые. Вот из 5 баночек девочки и мальчики пользуются только одной. Мне подошла только одна единственная из них. Но расскажу более подробнее, конечно, как обычно. Вот. Эти средства одной линейки. Это вот биоламинирование. Вот эти серии, как бы они средней ценовой категории. Не скажу, что сильно дорогие. Вот. Хотелось мне иметь волосы. Такие, знаете, гладкие, блестящие. То есть, как после ламинирования. Но это средство, ну и вот это вот тоже сразу вам покажу его. Это жидкий шелк. Мне ни одно, ни другое не подошло. У меня эти две баночки стоят. По полгода, наверное, точно. Выкинуть, выбросить, просто не поднимается рука. Я это так отдельно вам сделаю. Почему? Почему же мне они не подошли? Такое ощущение, что вы волосы побрызгали лаком. Вот кто понимали? И волосы, метод того, чтобы стать, грубо говоря, шелк, такими мягкими шелковистыми, они на ощупь, как будто вы их вот набрызгали лаком. И как будто, не знаю, вот клейкие, не клейкие. Но мне не подошлось ощущение. Наоборот, они придают волосам сухость. И они напротив придают волосам сухость. То есть, у меня практически полные бутылки, полгода стоят. Выбросить просто жалко. Хотя не пользуюсь. Сейчас вам хочу показать вот более подробно. Вот. Ну, скорее всего, они, у меня волосы более пушистые. Скорее всего, они подойдут тем, у кого волосы сами по себе может быть более прямые и глянцевые. Или, может быть, те, у кого уже есть ламинирование, поддерживать это биоламинирование. Видите, здесь даже расписано. под каким этапом все это. Но мне не подошли они. Этот спрей очень бюджетный. Покупала его, приобретала в АТБ. Честно говоря, просто он на него не зашел. Эффект какой-то липкости. То есть, я его вообще на своих волосах просто не почувствовала. Что он дал какую-то пушистость, какой-то объем. Хотя, написано прям вообще очень-очень много всего, что он дает 10 каких-то эффектов там с органом, маслом. Но мне не понравился. Больше покупать не буду. Ну и как бы там никому не могу рекомендовать. Следующие два несмываемых средства это вот от Исаны. Хорошая, в принципе, компания. Очень хорошая торговая марка. Покажу вам поближе, наверное. Кондиционер спрей для волосся. Ну, в принципе, вот такой же, как все другие. В интернете читала отзывы, всем нравится. Мне не подошел. Знаете, почему не подошел? Вот от него просто нет эффекта. Побрызгала, волосы становятся не более пушистыми никакими. И мне он жирнит волосы. То есть, у меня волосы уже к вечеру более жирными. Я, видите, вот несколько раз пыталась его использовать. Ну, не зашел. Просто-напросто. Приобретать больше не буду. Даже если будет по скидке, по-хорошей. Просто, видимо, не моя линейка. И следующее средство. Девочки, мальчики, пользуюсь много лет. И, как вы понимаете, на что бы я не переходила, всегда к нему возвращаюсь. В магазинах стараюсь его не приобретать. Приобретаю, видите, вот. в магазинах стараюсь его не приобретать. Приобретаю его обычно на мейкапе заказываю. Но это вот тот, который куплен мне в магазине. Подходит мне идеально. То есть, волосы от него не жирнеют, становятся более пушистыми. И эффект мягкости наступает сразу. Как бы я не пыталась от него куда-то уйти, не получается у меня это сделать. То есть, из всех вот этих вот средств я рекомендую Глеску. То есть, пользуюсь, пользуюсь и буду пользоваться, я так понимаю, еще не один год, пока не найду ему альтернативу. Вот мы с вами добрались до уходовых средств за лицом. Не знаю даже с чего начать. Наверное, вот крайне у меня лежат вот такие тканевые маски. Это корейская. Это вот гарнир известная фирма. Таких масок очень много. Часто использую. Что хочу вам сказать. Разницу я вот в этих масках почему-то не ощущаю. приобретаю скорее, знаете, вот дочка их приобретает очень часто. Использую, потому что есть в наличии в доме. И когда надо экстренно привести лицо в порядок, скажем так, знаете, чтобы оно немножко посвежело, когда вот мешки под глазами по утрам использую. Но особо, что вот эта маска супер питание, а вот эта маска стягивает поры, очищает. Девочки, мальчики, честно, совершенно не замечаю разницы между ними. Но вот нет такого, что прямо вот лицо, знаете, там черные точки прошли и поры сузились, нет. То же самое в этом, что кожа такая, знаете, вот напитанная, напитанная, нет. Оно все какое-то гелеобразное. Мне кажется, что даже по составу посмотрела, у меня даже состав практически идентичный. и идет вода. Сейчас мы посмотрим вот здесь вот. Очень хорошо видно состав. И вот здесь мы посмотрим состав. Так, глицерин, то есть пантенол, масло ши, то есть масло ши стоит далеко не на первом месте. Пантенол, то есть все вот эти, которые полезные вещества, они стоят в самом конце. А это значит, что их содержится там в микро-микродозах. Открываем здесь. Смотрим состав. То же самое вода. Здесь еще хуже. Парпеллина, гликоль, это вот то, что не рекомендуется как бы употреблять. Сейчас все об этом пишут. Но гарнир в масках это используют. Почему? И что вот эти все маски я считаю выбросом средств. Так, с масками вроде как мы определились. Следующее средство это вот мне подарили на Новый год вот такой. На Новый год мне подарили вот такой у вас и он, девочки, мальчики. Он, видите, имбирь лайм для умывания. Но пользуюсь крайне редко, потому что он дает, знаете, немного такой эффект как бы окрашивания, если вот им прям так хорошо пользоваться. Помимо этого, я пойму, что он, возможно, полезный, лечебный. Кто? Теперь мы переходим вот к такому средству. Ну, скажем так, протирать лицо в лосьон имбирь лайм. Попользовалась некоторое время, девочки, мальчики. Эффекта какого-то вот я не заметила, знаете, что снимает раздражительность, допустим, когда вот перед месячными какие-то прищики как-то он там помогает. Не заметила совершенно ничего такого. То есть, ну, нейтрально отношусь. Это подарок. Я очень благодарна за этот подарок, но сама бы я это средство, скажем так, не покупала. Возможно, кому-то оно прям, знаете, вот, есть у меня знакомая, которая вообще умывается, протирать лицо настойкой календую и очень довольна. То есть, видимо, просто это не мое. С этим мы разобрались. Следующие умывалочки, девочки, вот, дочка пользуется, снимает косметику, очень хорошо, она очень довольна. Если сравнивать умывалка, вот, Невеля, гарнировская умывалка и еще у нее вот есть умывалка вот эта, то на первом месте, наверное, вот эта вот будет стоять. Она говорит, мама смывает даже водостойкую тушь, помады водостойки, то есть, ей очень она понравилась. Делаю вам поближе, покажу. Так, вот она приобретала за границей, здесь перевода нет. То есть, вы знаете, с чем я еще столкнулась, с тем, что средства, которые приобретаются за границей и те же самые средства, которые приобретаются у нас, они очень сильно могут отличаться по своему составу и по, ну скажем так, по качеству. Поэтому, вот эти два, ну, примерно на одном уровне, хотя цена у них отличается. Самая лучшая умывалка вот эта. Так, с умывалками разобрались, идем дальше, девочки, мальчики. Ага, вот еще есть, вот такое у меня средство, но оно у меня, к сожалению, уже просрочилось, посмотрела я, я им практически не пользовалась, оно такой гелеобразной структуры, просто, видимо, я не заметила какого-то эффекта очищения, поэтому оно у меня просто полная упаковка тут простоял, закончил свое срок годности и, скорее всего, я с ним просто расстанусь. Ну, если бы пользовалась, возможно, мне бы оно очень понравилось. Вместо этого пользуюсь, вот, дочка купила, лораль, вот такой двойной скраб, бесконечно свежий. Здесь такие силиконовые маленькие-маленькие шарики, как бы вам сейчас покажу крупнее, вот, то есть их даже видно, вот, когда так крупно делаешь. Они на самом деле очень мягко, они на самом деле очень мягко очищают кожу. Ну, как известно, лораль тоже, как бы там, вся их линейка не отличается дешевизной, но это, знаете, смотря у кого какие доходы. Вся линейка лораль не отличается дешевизной, но это смотря у кого какие доходы. То есть, для очищения лораль могу рекомендовать спокойно. Следующая, вот такая масочка восстановления цвета лица. Читаем только пищевые натуральные консерванты. То есть, мне она, ну, в пыли, видите, какая-то, мне она очень зашла, очень понравилась. Использовала ее, она у меня простояла, запечатанная. Дочка привезла с Киева, наверное, года полтора. Открыла, начала пользоваться. Она мне очень, прям вот, зашла, лицо сразу, такое, знаете, вот, увлажненное, напитанное, такое, хорошая-хорошая кожа. И, знаете, я себе переворачиваю я эту масочку, начинаю, ага, вот так. Я ее переворачиваю, начинаю читать и понимаю, что она по 19-й год. А я ее открыла в 22-м. То есть, она уже давно просроченная, поэтому, вот сейчас увидела, она пойдет тоже в утиль. Но, если я такую масочку вижу, я, конечно, приобрету. Всем рекомендую. И здесь еще написано, девочки, мальчики, ГОСТ не ДСТУ, а ГОСТ, то и для меня это, как бы, очень важно. Российский производитель, маска очень хорошая, всем рекомендую. Следующий крем у меня идет и в Роше Ромашка. Могу рекомендовать всем, у кого очень сухая кожа. Вот зимой сейчас, как раз зима, бывает, пришел с улицы ощущение стянутости какой-то, вот, губы очень часто пересыхают у меня на морозе. Намазала этим кремушком, все хорошо. И локти. Очень часто бывает, что я локти мажу этим кремом. И видела, что девочки, в интернете многие мажут им шею и зону декольте, то есть проходит от этого вся сухость. Вот, извините, извините, и написано для тела, как бы он. Но я его использую с успехом для лица, потому что у меня, как вы видите, кремов, как таковых, нет. Вот крем для лица и тела. Употребить опять-таки выготовлено вжитый по 24-й год. Употребить до 24-го года, то есть здесь со сроками все хорошо. Мне кажется, что этот крем можно даже использовать для детей. Мне кажется, что его даже для деток можно использовать. Следующий крем под глаза тоже покупала в торговой сети Watson's вот с экстрактом улитки. Видите, антивековый, то есть антивозрастной крем, поскольку мне напоминает 45, что хочу за него сказать, девочки, мальчики. впитывается очень хорошо, очень легкая такая желеобразная текстура. Ощущается, что он напитает и увлажняет. На утро, если вы им намазали, что у вас нет на утро, знаете, когда крема густые, такое ощущение, что как будто у вас там всю ночь вы бегали, пили воду в мешке под глазами. То есть нет, он такого эффекта не дает. Кремушек хороший. Но мне бы еще, знаете, не забывать им регулярно пользоваться. Я вот его достану раз в неделю, когда делаю генеральную уборку, там что-то, ванной протираю, намажусь. Не достану, забываю за него. Но кремушек хороший. То есть, кто увидит, приобретайте. Это, которым я пользуюсь, ну, гиалуроновое, грубо говоря, увлажнение. Гиалуроновая кислота. Покажу вам сейчас саму коробочку. Так. Опять-таки, корейское. Корейское. Средство производства Кореи. Поначалу меня очень напрягало, что у них нет какого-то дозатора. Просто открываете вы банку, и там, сейчас вам покажу. Открываете. Открываете бутылочку и просто наливаете. Как-то мне вот не понравилось это. Но оказалось, что это вот такого большого размера тестер. В такой фляжечке. И тот, который с дозатором, стоит на порядок дороже. Он тоже в стекле, но за счет дозатора дороже стоит. С крышечкой дешевле. Конечно же, я теперь приобретаю и с крышками. Очень хорошо увлажняет. Сейчас закрою. Секунду. Увлажняет очень хорошо. Так вот, знаете, легкая прохлада наступает. И еще хочу, вот знаете, отметить, он дает какую-то матовость. Видно в нем, знаете, какой-то эффект пудровости у лица появляется. Прохлада, эффект пудровости. Мне очень нравится. Но, опять же, поставила холодильник и подзабыла про него. Вот сейчас снова начну пользоваться. Уход за лицом я завершаю на двух таких вот корейского производства ну-ка, скажем так, гель. Так, ну и свое уходовое средство. Ну и уход за лицом закругляется у меня на этих вот двух таких гелях. Торговая, видите, марка Wassens. Ну, это корейские производители этих двух гелей. Это средство у меня еще, сейчас вам покажу, оно запечатанное. Я его совсем недавно приобрела. не стану сейчас открывать, чтобы вам показать. Здесь, видите, если у меня здесь идет как вот чай какой-то, то это салон. В такой же мы коробочке было, девочки, мальчики. если вот это стекло шло по скидке, то это еще дешевле, это стоит всего 250 гривен. Но я просто в восторге от этого средства корейского. Гель 100%, то есть оно увлажняет. Вот вы умылись, и оно такое, как гель, в ладошках растерли, на лицо нанесли. Девочки, мальчики, просто шикардосно. Ну вот просто нет слов, очень мне нравится. Я забросила все свои какие-то вещи, уходы, пользуюсь только им. Очень хорошо увлажняет. Питания нет, а вот увлажнение моментально происходит. Хорошо впитывается, и здесь нет, видите, консервантов каких-то. То есть прозрачная вот такая гельевая структура. Если где-то увидите, смело приобретайте. Всем рекомендую вот такие гели. Переходим к уходу за телом. Тут у меня совсем немного всего. Начну я с дезодорантов. Вот эти, которые стоят, то есть торговая сеть Ватсонс тоже и Сана, не понравились мне. У них такой, знаете, вот слишком притерный фруктовый аромат и нет такой стойкости. Вот Невея очень довольна. Не оставляет следов, не скатывается. Очень приятный легкий аромат. Довольна. Это на лето. Зимой пользуюсь вот таким шариковым дезодорантом. То есть тоже он очень легкий. Не следует, знаете, какой-то вот там липкости. Ничего такого у меня нет. Ну, если, конечно, сразу после душа вы им воспользуетесь на свежее тело. Так, с дезодорантами разобрались. Дальше. гель для душа. Вот это мой гель для душа. Хорошо пенится. Чуть-чуть его надо даже для нашей жесткой воды. И девочки, мальчики, он волшебно пахнет. Просто он непередаваемо. Увидела недавно запаску. Недавно увидела еще один был по скидке. Приобрела. То есть у меня лежит такая вторая запасная бутылочка. Всем рекомендую. Он такой густой, не как вода и очень приятный аромат. То есть помыть получается. Мы кожу нашу вымыли всю. Дальше. Скрабирование. Вот на Новый год мне подарили вот такой скраб. Девочки, очень я им довольна. Он травяной. Сейчас покажу ближе. Он травяной. Ближе покажу сейчас. У него прям, видите, вот запах травы. Текстура такая травянистая, но он с солью. Но она такая мелкозернистая. Очень-очень приятный такой аромат. Но после него остается, знаете, ощущение вот какой-то жирности кожи. То есть кожа как бы еще и напитанная. Такая как пленочка создается потом на коже питательная. Мне подходит, потому что у меня кожа сухая. То есть для меня это просто, ну, знаете, как говорят, то, что доктор прописал. Мне очень нравится, очень подходит. И мне нравится, что видите, оно здесь закрывается. Мне надо каждое время закручивать крышкой, то есть дополнительная такая защита есть. Вот травяной скраб для тела. Сейчас посмотрим, чего он производства у нас. Хранение. Да, это наша Украина. Травяной скраб для тела. Видите, Киевская область, это наша Украина. То есть очень, очень хорошая среда. Следующая среда, это мне приобретала дочка. Скраб для тела антицеллюлитный, пряно-разогревающий. Вот это, знаете, самая большая загадка и приятный такой сюрприз, очень приятный. Я им пользовалась несколько раз летом. Наносила и тут же смывала. То есть ничего не происходило. Просто, знаете, вот себя потерла, потерла и все. Ну, однажды, вот совсем недавно я начала брить ноги и прям девочки, мальчик, он мне так прям и он прям так мне запек, что я прям почувствовала, что да, прям печет, хорошо прогревает. Если где-то у вас там даже вы подтянули мышцу, он может даже хорошо прогреть в этих местах. Открою сейчас упаковочку, покажу вам его ближе. Видите, он такого цвета малинового. Запах очень приятный, но у него такая крупная текстура соли и он может даже, знаете, где-то вот ну, грубо обойтись с кожей, но на то он может быть и антицеллюлитный. Видите, вот такая крупная фракция. Сейчас делаю, увеличу. Такие очень крупные зернышки, то есть он как бы хорошо еще и царапает кожу и прогревает. То есть если я увижу если я увижу такой скраб, я, конечно же, его приобрету, но и всем, кто хочет скинуть вес, прогреть свои мышцы, рекомендую. Вещь хорошая. Средства после душа, после того, как мы помылись, проскрабировали кожу и в Роше, девочки, мальчики, очень мне нравится вот это вот молочко для сухой кожи. У него, опять-таки, тоже очень приятный аромат. Видите, восстанавливающее молочко для сухой кожи и срок годности по 23 год. Все еще не использовала, то есть запах просто божественный, хорошо впитывается и такое, знаете, оно плотненькое. Хорошее средство, рекомендую. Это средство мне по запаху понравилось как-то вот не очень, но по текстуре тоже хорошо впитывается. То есть, если где-то там побрели ноги, кожа стала сухая, ну, можно рекомендовать. Но этим пользуется моя дочка, этим пользуюсь я. Следующие, двухфазные, стимулирующие там кучу-кучу всего, масла для тела. Не масла, а спреи для тела, говорилось я. Взяла, вот этого взяла две штуки, одну уже использовала, этого взяла одну штуку. Девочки, мальчики, не берите. Это будет самое большое ваше разочарование, потому что у них, да, они двухфазные, там растворены, да, на самом деле у них растворены масла, двухфазные, но ароматы у них настолько, вот они какие-то искусственные, они, знаете, как-то воняют мылом каким-то, чем-то ненатуральным и такие прям вот ядовитые-ядовитые. то есть я ни одним, ни вторым пользоваться не смогла, использую, вот как не банально это звучит, так не банально это звучит, как освежитель в туалете, и даже в туалете мне эти запахи не нравятся, они такие, знаете, вот ядовитые просто, какие-то ненатуральные, искусственные. Девочки, пользуюсь им летом, красивые ножки, вот такая охлаждающая сыворотка для ног, ну и она убирает, как бы, знаете, запах, когда летом выхожу, я делаю кроссовки, боже, какие-то набосые ноги без носков, какие-то сандали, брызгаю им, потому что, чтобы ноги, скажем так, просто не потели, чтобы была какая-то свежесть, но он у меня в ящике до лета просто валяется. Частенько пользуюсь для тела, вот сама была удивлена, вот такой, девочки, мальчики, очень недорогое масло, масло для ухода и массажа, но у него настолько ненавязчивый, приятный аромат, это масло настолько хорошо впитывается в кожу, что я вот ни разу не пожалела, что его взяла. Больше вот хожу в эти магазины, где приобретала его, я его нигде не вижу, но оно, знаете, себя оправдало, очень хорошо увлажняет кожу. Я посмотрела, что у него срок годности уже по октябре закончился, но я думаю, что, честно говоря, с маслом ничего плохого не станет, оно нигде не загустело, буду им пользоваться, то есть это масло, которое мне очень нравится. и вот последний вариант, и последний вариант, девочки, мальчики, тяжелая артиллерия, мне вот 45 лет, кожа сухая, приобрела вот такое масло какао, оно твердое, но, девочки, мальчики, как же божественно, оно пахнет, когда вы его, сейчас покажу вам баночку, оно в твердом виде, оно вот такое, видите, в твердом виде, но оно пахнет прям шоколадом, то есть вы его растопили, оно жидкое становится, очень быстро впитывается, и оно очень быстро увлажняет, питает кожу, кожа прям, знаете, такая мягенькая, мягенькая становится, и на протяжении вот 2-3 дней ваше тело пахнет вот таким тонким-тонким запахом шоколада, это, конечно, вот, ну, не знаю, я в восторге от этого, я очень жалею, что вот об этом масле я не узнала раньше, как-то мне не попадалось, это приобрела, просто, знаете, ребенка хотела растереть маслом какао, когда вот от кашля, я растопила, мне понравилось, как пахнет ребенок, начала пользоваться сама, и вот опять-таки повторюсь, мне очень жаль, что я не узнала об этом масле раньше, что наша кожа, кожа тела, не только лица, нуждается в питании, и вот для тела это вот самое-самое то, никакие искусственные крема не заменят вам натуральное твердое масло, на водяной бане растопили, или в микроволновке, втерли, и кожа мягенькая-мягенькая, и пахнет просто божественно, привет, девчонки, мальчишки, приветствую вас на своем локовом канале, у меня сегодня нет света, и поэтому, наконец-то, наконец-то, по вашим многочисленным просьбам, снимаю свою уходовую косметику, то есть абсолютно всю, волосы, лицо, тело, все-все-все снимаю, и знаете, что еще хочу запустить эстафету, внизу в комментариях, напишу, каким каналом эту эстафету я передаю, чтобы тоже добро пошло дальше, девчонки, мальчишки, подписчиков у меня, грубо говоря, полтысячи, но очень мало комментариев, то есть я хочу, знаете, обратную связь, понимать, что вы меня смотрите, поэтому, если даже в комментариях написать нечего, ставьте просто плюсик, чтобы я понимала, что вы меня смотрите, если поставите пальчик вверху, будет еще приятнее, но если вы зашли впервые на мой канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, опять-таки, чтобы не пропускать новое видео, мой канал о жизни, практически обо всем, кулинария, готовка, уходовая косметика, мотивация на уборку, много-много всего, каналы интересны, поехали смотреть, поехали смотреть обзор,